Дмитрий, вы вначале сказали, что не всегда еще хватает физической силы для штрафовки всех нарушителей. В связи с этим вопрос, планируется ли установка наружного наблюдения, наружного фиксации нарушений, фото, видео... Да, имелось в виду физической силы в контексте возможностей людей, не физической силы, в прямом смысле этого слова. У вас вопрос по автофиксации. По камерам, да? Только автофиксация, просто даже дорожные камеры, которые непрерывно пишут или передают мне городской пульт, просто картинку, мультикаун такой. Есть у нас миллион развязок, я не знаю, стоят там эти камеры или не стоят, опять-таки эти данные пишутся, они вообще передаются куда-то, фиксируется с них что-то в принципе. Отвечу, да. Первое, вначале по дорожным, потом по автофиксации. По дорожным камерам, да, они есть, ну не везде, конечно, это камеры, они принадлежат Киевдорсервису, то есть коммунальным структурам, либо Киевавтодору. Они есть, ну далеко не везде, к сожалению, да, не везде, не во всех аварийно-опасных местах, где хотелось бы, но в некоторых местах, на некоторых развязках они есть, они ведут запись, то есть, например, в Киевдорсервисе на Богданах Малицкого, я был у них когда-то в гостях, у них такой центральный пульт, где выводятся видео, да, с, ну, например, те же видеопробки, например, да, они также этим видео пользуются. Это видеозапись ведется, и она сохраняется, то есть, например, в ДТП с потерпевшими, если там идет расследование уголовного дела, то следствие обращается к ним за получением этого видео, и видно, да, как произошло ДТП. Но, к сожалению, эти дорожные камеры, вот, да, Киевавтодору и Киевдорсервис, они есть далеко не везде, где бы хотелось. По автофиксации, да, то есть, идея же автофиксации тоже, да, чтобы разгрузить, в том числе, полицию, да, и плюс автофиксация, камеры автофиксации, они, как бы, должны обеспечивать тоже вот эти функции, да, то есть, видео, которое может быть доказательством, там, при ДТП, при каких-то нарушениях. Но тут отвечу так, а кто вам сказал, что камеры автофиксации нет? Не есть. Просто они есть еще не в том количестве, в котором надо, и они на данный момент работают в тестовом режиме. То есть, по городу Киеву автофиксация работает в тестовом режиме. Что это значит? Ну, штрафы камеры не выписывают на данный момент. Она работает в тестовом режиме, в режиме отладки, потому что запуск системы автофиксации именно в понимании КОАПа, в понимании обеспечения автоматического, да, привлечения к ответственности в автоматическом режиме, это огромная технологическая, финансовая задача. Камеру поставить это не проблема, камера относительно недорогая. Задача наладить работу сервисного центра, наладить работу пульта обслуживания, наладить все эти системы доставки водителям, да, владельцам транспортных средств, соответствующих то, что когда-то называли писем счастья, учесть печальный опыт ГАИ, да, в этом сфере, вы помните, 2007 или 2008 год, письма счастья, и как, чем это все закончилось, да, так не хочется этого повторить, хочется этот опыт и ошибки учесть. Вот, поэтому это сложная задача, поэтому автофиксация на данный момент находится в режиме отладки, она, конечно, заработает, это вопрос времени. Когда, ну, думаю, что скоро, но в любом случае это процесс постепенный, и он требует инвестиций, требует инвестиций. Тут же очевидно, что они очень быстро отобьются, то есть любой инвестор, ну, вы, может быть, читали, где-то, проходила информация где-то месяц назад, что одна из тестовых камер, которая стояла на проспекте Победы, за полдня, около 6 часов. Или на телеге. Да, или на телеге, да, я точно сейчас могу ошибиться. Да, на 65 тысяч гривен насчитала штрафов за день или за полдня работы. За час. Не-не-не, миллионы, не за час, не, не за час, она была то ли за два, то ли за три часа, ну, скажем так, за короткий промежуток времени. Да, но дело в том, что автофиксация, то есть я бы не стал рассматривать автофиксацию как средство наполнения, то есть если мы рассматриваем автофиксацию как средство наполнения бюджета, это крест можно ставить на эту автофиксацию. Как бы это противоречит, да, то есть тогда это все превращается в способ зарабатывания денег. Просто не гаишнику в карман, да, как когда-то, а в карман государства, это неправильно. А ремонт дорог. Да, ну, безусловно, автофиксация должна купаться, она должна приносить прибыли и деньги, но в первую очередь у нее задача не бизнесовая, а социальная. То есть в первую очередь это превенция, в первую очередь, что лучше, если водитель будет превышать скорость, сработает камера автофиксации, ему придет письмо счастья, штраф, или водитель будет ехать, знает, что работает автофиксация, снизит скорость, не превысит скорость, не попадет в ДТП, не погибнет. Ну, вот ответ. Хотя, конечно, то есть автофиксация должна приносить деньги, она будет их приносить, но это вторично. Если мы говорим, что главная задача автофиксации, там, зарабатывать деньги, чтобы полицию обеспечить, это неправильно. Ну, мое личное мнение. Ну, в первую очередь, это будет неизбежно просто, потому что пока водители привыкнут, что... Ну, дело в том, что когда будет автофиксация, там же будут разные системы, скажем так, будут камеры настоящие, будут камеры и не совсем настоящие. Но, естественно, согласно кодекса, будут обязательно установлены, использоваться знаки предупреждающие, что на участке ведется автофиксация. Знак будет, то есть водитель, не может быть ситуации, что водитель будет ехать и не знать о том, что есть камера. Потому что, ну, не в конкретном месте, а вообще на данном участке дороги. То есть знак будет так, как это в Европе. Укей, список будет, а дата, когда уже оно материализуется в реальном... Будет объявление, да, конечно, да. То есть об этом будет официально, думаю, пресс-конференция, там, руководство национальной полиции, да. То есть об этом, такого, что она там в одну ночь, там, водитель утром выйдет, а ему потом придет письмо, такого не будет. То есть об этом будет официально объявлено, конечно, да. А вот те письма, которые сейчас уже готовят, то есть вот то, что сделали тестовый запуск. А письма там нету. То есть это все зафиксировано, но фактически оно никак не... То есть там вот есть же номера на машине, правильно? Оно работает в тестовом режиме, в режиме отладки. То есть письма по тем, как бы, ну, нарушениям, которые эта камера зафиксирует, письма не готовятся, постановления не выносятся, штрафы не приходят. То есть на данный момент этого еще нету, потому что сейчас идет просто процесс отлавки технологической самой системы, и он может еще там длиться, как минимум, несколько месяцев. У меня очень такой вопрос провокационный. В случае третьего майдана, когда вот люди будут на улице, будут активно протестовать против системы, а вот полиция на чей бок встанет, ну, вот будет этих протестующих дубинками лупить, или будет, ну, сами народы, знают, как-то поддерживать их, зачищать их от детушек, или вот, ну, как это все будет? А вы думаете, он будет в третьем майдане? Я не знаю, но, по сути, по ситуации в стране, возможно, будет, я не знаю. Ну, смотрите, я думаю, что тут ответ будет такой. Полиция должна быть не политикой, да? Потому что, на самом деле, использование полиции в целях борьбы с инакомыслием, или с каким-то гражданским протестом, это и есть втягивание полиции в политику. Слово полиция, вообще-то, оно вытекает из слова политика. Да, в полисе, да. Но, как бы, тут полиция в любом случае обязана поддерживать общественный порядок. И обеспечить права всех, да, граждан, независимо от их, там, предпочтений, взглядов политических и так далее. То есть, если мы говорим о том, о нарушении общественного порядка, да, то полиция, безусловно, с ним будет бороться и поддерживать общественных порядок. Если мы говорим о том, что полиция будет брошена, там, на подавление какого-то протеста, вы знаете, это мое личное мнение как гражданина, там, не как чиновника, да, я думаю, что в нашей стране после Майдана последнего, после всего того, что произошло, это уже невозможно. Мы уже прошли эту точку невозврата. Вот. И я хочу сказать, что у нас, ну, я говорю за патрульную полицию, да, в частности, по патрульной полиции, по городу Киеву, у нас среди личного состава очень много и людей, которые были волонтерами, воевали в АТО и были на Майдане. Поэтому, ну, наверное, риторический вопрос, будут эти люди выполнять незаконные приказы или нет? Ну, скажем, такие вот события, какие были около Интера, когда вот люди вот чуть ли не начали полить шины, там, я не знаю, протестовали, они очень за ним следили, но вот были беспорядки, и вот, ну, вот, как полиция, вот, вы отреагировали на таких моментах? Знаете, вот, вот все знают то, что, вот, например, телеканал что-то неправильно делает, но по закону все равно надо вот остановить эти вот провокации с коктейлями Молотова. Правильно, полиция обязана обеспечить общественные следы. А другое дело, что это надо делать по-умному, не грубой, тупой, простите, силой, да, а по-умному, думать надо головой, да, чтобы правильно составить план обеспечения безопасности, да, чтобы пресечь возможные там провокации и так далее, вот. А политические там, как бы, предпочтения, симпатии, они есть у всех, они есть и у меня, да, в частности, по той ситуации, которую вы писали, но я сейчас, к сожалению, или к счастью, не могу о них сказать, хотя вы, наверное, догадываетесь, какие они, но полиция должна обеспечить общественный порядок. Вот. Но, безусловно, важный момент, что хочу буквально коротко сказать, патриотизм, он есть, был и будет. То есть независимо, то есть как бы, есть свобода слова, есть аполитичность полиции, но аполитичность полиции касается политики, но она не касается, она не может касаться, это аполитичность Украины, Украины и государства. Потому что, если полицейский не патриот, в хорошем смысле этого слова, да, в смысле любви к своей стране, то, простите, мое мнение, что ему делать в полиции нечего. У нас были случаи, когда мы, ну, это, к счастью, не в городе Киеве, в городе Одессе, в прошлом летом, может быть, кто-то помнит, нас по нескольким полицейским, к сожалению, мы выявили в их социальных сетях записи, которые могли быть истолкованы сепаратистски, а эти записи были сделаны еще до их прихода в полицию. Они были уволены. Вот, все, мы уволены. Это супер отличная тема, но давайте все-таки вернемся к нашей теме безопасности дорожного движения. Да, и есть вопрос уже сейчас из социальных сетей, у нас, ну, непосредственно, вот сейчас у нас идет трансляция. Вопрос такой. В Куапе есть, ну, если говорить об участниках движения, то пешеходы, велосипедисты и прочие, кроме четырехколесных, являются участниками дорожного движения. Еще повозчики бужевого ирана. Да. И они тоже могут нарушать. Вот вопрос, собственно, будут ли когда-то штрафовать пешеходов и велосипедистов? Если да, когда? И вообще, как оштрафовать пешеходов, которые не обязаны при себе иметь документы? Очень надо что-то. Видно, как практик расскажет. Да, да, вот интересно вообще. Уже, конечно, случаи такие бывают, хотя нам нужно больше воспитывать культуру. Пешеходов в том числе. Культуру, в общем, для водителей и пешеходов, для водителя желтый свет, как разрешающий очень для многих ездят. Для пешеходов отсутствие, ну, нету зебры. Принцип не права. Нету полтора метрового забора, можно перейти даже в самом напряженном месте, ну, как на жизни. Нету зебры, нет проблем. Не беспокоиться. Вообще, есть возможность установить личность по системе нашей внутренней, посмотреть, если человек раньше увлекался, может быть, был заявителем. Ну, если человек идет на контакт и говорит фамилию, имя, отчество... Ну, я когда иду на контакт, говорю, Иванов Иванович. Смотрим, есть фотография у нас в системе установить? Вы не Иванов Иванович, ну, извините, я же не на вашу органу. Я не тот, который у вас есть, я другой Иванов Иванович. Да, но... Хотя, опять же, это постановление, в постановлении можно происходить в сутки. Ну, да. Но пойдет ли человек дальше отменять, это тоже вопрос. Часто бывают при себе документы, почему решили. Ну, допустим, в некоторых странах это обязательно, то есть, вот есть закон. У нас, в жизни, да, у меня сражи, вот в Чехии, они все ходят с документами. И это все очень просто сделать. И штраф там, один раз она заплатила 300 евро, или я не помню, большую очень сумму. Она говорит, даже ночью не прихожу, когда нету там транспорта вообще. Вот, у нас это... У нас это не касается, наших пешеходов. Можно я как... Да. Можно сказать, не участник, а как в зале сижу, но от себя дополните в этот момент, вот, по пешеходам. Штрафуют наши патрульные людей, останавливают. Но мы имеем право человека задержать только на три часа, согласно, да, законодательству нашего. Как правило, когда ты начинаешь беседу, если человек признает свою вину, он сразу, говорит, на месте, выписывается ему постановление, все, человек оплачивает там штраф, там 51 гривна штраф. Вот, если человек не идет на контакт, как вы говорите, я Иванов Иванович, мы забираем его в райотдел, доставим для уяснения личности особой, вот. И когда человека вы забираете в райотдел, садите в полицейскую машину, везете его туда, и держите его там три часа, но мы четко засекаем время, обязательно мы не можем, да, превышать, как бы, своих полномочий. Вот, ему на втором часу, как правило, надоедает. И он все равно говорит, мы пробиваем по системе. Не всегда, конечно. Не всегда, есть упертые люди такие, да. Но мы честно подержали, все, до свидания. Он идет с другого конца города, с райотдела, как бы, ему неудобство. Он доволен, он доволен, он доволен, мы доволен. У полиции есть еще, действительно, более важный вызов, чем держать нарушителей пешехода. Да, ну, ночью зачастую такое бывает. В райотделе, то есть, есть приоритет. Хорошо, а велосипедисты, все-таки, это такие, ну, они, как бы, и не пешеходы, и еще не водители, но они уже, на кроссах, они уже обладают быстрым, средством повышенной опасности. И, кстати, часто нарушают правила дорожного движения. Да. Чаще с велосипедистами, конечно, проводится практическая работа в самораспространенном нарушении. Едут, пешеходный переход, нужно взять в руки, да. В руки, да, он приближает. А они, вот сегодня было, пока сюда ехало, свидетелем того, как чуть не сбили велосипедиста, он резко выехал на пешеходный переход, потому что все равно пешеход не так быстро выходит на пешеходный переход, как велосипедист на транспортном следствии. А вот можно, извините, добавить вопрос к зебраму, велосипедистам и прочей разметке? Такая тема. У нас сейчас отрисовано по городу миллион автобусных полос, да, общественного транспорта. Является ли эта полоса, разрешенная для движения велосипедистов по ней? Вот как в остальном мире, Лондон, Нью-Йорк, Америка, все полосы общественного транспорта, они являются также полосами для движения велосипедистов, где нет велодорожек. Все, то есть это закон. У нас что? Ехать по другой полосе? Тобто ехать по другой полосе. Велосипедисты, ехать между ОТ и... К сожалению, я как обыватель, как и вы, да, согласна, что в городе нет условий для... Я лично не рискну сесть на велосипед и ездить, потому что полнуюсь за безопасность своего... Нет, вопрос юридичный. Смотрите, есть сейчас, вот сейчас, публимонтировали проспект Парамони, вот от начала до конца. А вот там вот от окружной до метро Светушина, есть там велодорожка нарисована, чудесно. Но она закончилась эти там 600 метров своей длины, все. Дальше вот, ежедневно, мы сейчас когда можем выйти, в обе стороны, в левой и правой стороне дорог движется масса велосипедистов. По тротуарам там двигаться либо невозможно, либо это, в принципе, вредно для здоровья всех окружающих. Ну, все, где-то 99% едут по правой вот этой автобусной полосе. Нарушают они или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос, как бы, отвечая вот в пику, можно, не можно, ну вот, буквально недели, наверное, да, ровно неделю назад, я ехал от Нивок до, перед Нивками, буквально от Берестейки, вот, чтобы не нарушать, я двигался вот ровно по левому краешку этой полосы, в начале первой водительской полосы, и меня чуть не убили там, то есть меня сбили. Ну, то есть, как бы, со мной ничего, ну, машина пострадала. Но суть не в том. Ну, суть в том, что, как бы, я, да, я на велосипеде двигался, да, микроавтобус сильно хотел кого-то обгонять по правой автобусной линии. Вот, других условий двигаться на велосипеде там, в принципе, нет, невозможно. Можно ехать только или так, или по УТ, или не по УТ, но вот по линейке. По краю, как бы, да. Да, по линейке между ними. Так, а как правильно, вот, в данной ситуации? Вопрос интересный. Тут, как бы, на первый взгляд, есть коллизия. Почему? Потому что, с одной стороны, сказано, что УТ, да, это полоса для движения маршрутных транспортных средств, запятая и такси, у которых, которые движутся по установленным маршрутам. Тоже, кстати, интересный вопрос. С другой стороны, у нас велосипедист имеет право, если это не создает, там, опасности другим участникам дорожного движения, согласно правилам дорожного движения, двигаться в рамках условия поселенного пункта, да, в случае отсутствия велосипедной дорожки по краю, да, по крайней части, проезжей части. Если мы положим на весы то и другое, то тут, я думаю, ответ очевиден. Я считаю, что если нету велосипедной дорожки, а их у него, как правило, нету, да, в большинстве случаев, то велосипедист имеет право двигаться по полосе движения общественного транспорта не по краю, ну, то есть не по линии, что он таким образом по средней проезжей части получается. Это реальная опасность и для велосипедиста, и для водителя. А по краю возле обочины, да. То есть если нету велосипедной дорожки, то, конечно же, да. Ведь это лучше, чем он, ну, как бы... Окей, почему тогда вот национальная полиция не обратится с, опять-таки, с некоими новшими коррекциями, там, правил ПДД, в которых четко запишут, что там они не просто там, как бы, там могут... Прямо, прямо, чтобы не было пробела. Да, что они там только велосипедисты должны, потому что по тротуару в правилах четко написано, нельзя ездить, в принципе. Вопрос важный. Дело в том, что и не только это. В правилах дорожного движения, я считаю, что правила дорожного движения нашей, нынешней редакции, там есть много архаичных, устаревших моментов, которые исходили еще из режима дорожного движения, который был там в 80-е годы. Коротко, там, простой пример. У нас запрещено движение по тротуарам, кроме случаев подвоза товаров, в случае отсутствия других подъездных путей. Но в то же время у нас разрешается парковка, стоянка парковки. А чем парковка? Заезжаешь на тротуар, уже движешься. Ну, то есть абсурд, фактически. На данный момент разрабатывается новая редакция правил дорожного движения. Этим занимается не только патрульная полиция, но и вся национальная полиция в целом. Но, насколько мне известно, идея в том, чтобы разрабатываться даже не редакция в ПДР, правил дорожного движения, которая сейчас утверждена по становлению Кабмина, да, и действует. А разрабатывается новая редакция закона Украины о дорожном движении, закон про дорожный рук. И планируется в сам закон инкорпорировать, вставить новые правила, чтобы они уже были на уровне закона. А кто этим занимается? Национальная полиция в целом. А кому писать предложения, замечания, наблюдения? Разработкой занимается Департамент превентивной деятельности, Департамент превентивной деятельности национальной полиции. То есть, ну, вы можете писать это все на имя главы национальной полиции, оно уже просто будет распределено по... там есть юридические, то есть тут просто разные, мы задействованы, юристы задействованы разные, как бы, направления. Ну, опять-таки, вот, еще из последних примеров, вот, проспект Парамогли сейчас отремонтировали, вернемся к этой нечисливой теме. Там, где-то четыре полосы, да, у нас, плюс общественный транспорт, там, плюс-минус, уходят там, какие-то полосы добавляются, неважно. Общество, та же самая, вот там нет велодорожек, мы говорим же, чудесно, но ширина автобусной полосы, грубо говоря, она там, ну, не то, чтобы там избыточная, она достаточно для того, чтобы, например, те же там турки, которые сейчас делают ремонт, сразу им, почему им никто не поставил ТЗ, чтобы просто отрисовать метр ширины полоски, хотя бы однополосный, там, еще, то есть, там, там, она вот такая, еще, еще справа от бордюра, еще там метр ширины для красной велосипедиста, то есть, например, чтобы даже автобусы на этот метр не заезжали. Плюс паркувание на было в дорожках, явно заборудовано законодательством. И как бы, и по всем, и по всем, и по всем, там, Теллиги, Краснозвездный, везде, ну, по всем кольцевым нашим места достаточно, это же, как бы, ну, даже, ну, там, не улица даже прорезная, да, везде вместо хватает. И в идеале, вот эту велодорожку... И не надо ничего, никаких дорожек строить нигде. Просто было бы даже еще отделить, вот я видел, знаю, там, в некоторых европейских странах, она еще отделена, ну, это не бортик, это такая, как бы, выкупная, да, понимаете, как я могу, да, мини-отборнички, да. Денис, там надо встречу провести с Департаментом транспортной информации. Да, я хочу, я вам желаю, что мы, да, да. Мы, то есть, поверьте, вообще, вот этих муниципальных вопросов, там, патрульная полиция Киева, мы всячески будем поддерживать. Но еще Асоциации Велосипедистов Киева можно запросить. Асоциация Велосипедистов Место Киева, да, до речи. Я знаю, что Асоциация Велосипедистов, якийсь писала нещодавно запит, до речи, на КМДА, я бачу. Там много писала, ирабонари. Да, 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 что-то таки было. То есть, ну, проблема есть, а у нас велосипедистов все больше. У нас навіть полиция уже на велосипедах, вы знаете, у нас велопатруль працюет. Кстати, полиция на велосипедах, а вот такой момент, да, машина, полицейская машина, когда едет, да, она, если ей нужно проехать, нарушить, да, она включает мигалки. Что делает велосипед этот момент? Потому что очень много жалоб, связанных с тем, что и полицейские нарушают. В частности, на велосипедах. Ну, скажем так, тут, к сожалению, у велосипеда нет мигалок и проплескового маячка. Есть мигалки под велосипеда, и сирена есть велосипедник. Ну, у нас. Пытание просто в том, все залежит от того, как это отбалось. Если полицейский, да, дия, выходящий из службы непридности, переслідував правопорушника, злочинця и так далее, особа, которая подозревается, да, это одна ситуация. Если полицейский просто ехал, ехал на терминовый виклик, да. Но, как правило, велосипедисты, велопатруль, он используется не на улицах, где есть проезжая часть, а в зелених зонах. Парки, сквери, гидропарк, Труханів остров. То есть, там, где, ну, есть потреба велосипеда, велопатруль на улицах, в центре, он не имеет. На сагайдачную часто на выход. Ну, вот, вы знаете, да, был как раз позавчера громкий случай, да, с медийной достаточно известной личностью, которая, сдавая назад, наехала, да, на патрульного, ну, там, следствие разбирается, ну, как раз случай был так, там был именно велосипедный. На сагайдачную как раз на днях, вот, связано с мигалочками, как раз, вот, буквально, вчера или поздновчера произошел другой случай, когда даже без велосипедов ваши коллеги не умеют пользоваться, собственно, звуковыми и световыми сигналами. Когда, я так понимаю, они поехали рано утром на красный свет, на перекрестке с, вот, на, на Саксаганского, да. Саксаганского, да. И врезали в такси, потому что, который их просто не слышал и не видел. Ну, они просто врезались, и там... Таксист в них врезался. Ну, таксист ехал там, да, это было на перекрестке, и там, к сожалению, есть потерпевшая, таксист потерпел, жив, как бы, но, к счастью, да, но, к сожалению, травмирован. Патрульный тоже травмирован, это, как бы, такой, не очень приятный вопрос. Как такое вообще может быть, что они не умеют этим пользоваться? Там была ситуация в том, что они были под проблесковым маячком, и есть свидетели, которые, скажем так, они были под проблесковым маячком, и они использовали спецсигнал, к чему есть свидетели, но... Сигнал или световой, или звуковой? И тот, и другой, он использовался. Сейчас я, истинь, пишу. Проблема в другом. То есть, они выехали на перекресток со спецсигналом, и со звуковым сигналом. Другая проблема в чем? Потому что согласно правилам дорожного движения пункта 3.1, полицейский имеет право, действительно имеет приоритет при использовании спецсигналов, но там сказано, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. То есть, спецсигнал не дает режима Бога. То есть, даже если полицейский использует спецсигнал, то в любом случае, он должен убедиться, в том, что... снизить скорость, да, да, да. То есть, тут проблема есть, к сожалению. Я просто сейчас не могу по этому случаю дать какого-то конкретного комментария, потому что там идет следствие, да, есть уголовное производство, я не имею права сейчас, да, что-то комментировать, но как бы проблема там действительно была. Вопрос не только... Тут уже все понятно, уже все случилось. Если бы это был единичный случай, ну, насколько там, из всех этих фейсбука пабликов с мигалками проблем, я так понимаю, за последний год, ну, вот, таких ситуаций, что мы ехали моргали, ну, почему-то никто не пропустил, не остановился. Таких ситуаций много. Как бы просто стоит в том, что дальше будет. А вообще, что-то происходит, ну, по результатам этих, ну, по факту, внутри службы вашей. Ну, дело в том, что если полицейский был виноват в ДТП, если будет установлено, что ДТП произошло, что именно по меня полицейского, он будет наказан. Так, вопрос не в том, это вы говорите о последствиях для конкретных людей. Это уже ситуация в прошлом. Нет, нет, я так понимаю, что вопрос идет о том, может, имеет смысл опять откатиться на то, чтобы не использовать синий проблесковый мочек синего цвета. Вопрос в каждодневной практике. Вопрос интересный. Дело в том, что, как бы вкратце объясню, почему начали вот использоваться эти проблесковые мочки, когда запустилась полиция ОКИ. Эффект превенции. Есть там статистика научная, особенно в темное время суток, да, когда, там вначале, правда, была немножко проблема, были жалобы от жителей, от водителей, что слишком яркие, они слепят. Мы потом, если бы обратили внимание, мы потом уменьшили эту яркость, она сейчас не слепит. Установили другие, да. То, в принципе, это эффект превенции. Потому что, действительно, эффект присутствия, да, это снижает количество и уличных, и нарушений дорожного движения, и уличной преступности. Как бы это, поверьте, это есть. Другое дело, что, может быть, надо немножко урегулировать вот правила дорожного движения, пункт 3.1, там есть понятие служебного задания, да, что практически иметь право пользоваться спецсигналами при исполнении служебного задания, неотложного. Что под этим понимать? Может ли патрулирование считаться, да, служебным заданием? То есть, немножечко тут определенная коллизия действительно есть. Но, в принципе, почему использовались эти маячки, начали использовать в режиме патрулирования в целях превенции? Ну, вот смотрите, я сейчас просто расскажу три кейса, которые вот по маячкам, возможно, вы их прокомментируете. Один кейс, я даже обращался в национальную полицию, я шел на выставку в МВЦ, и стоял патрульный автомобиль, патрульная полиция, это было год тому назад, в крайней левой полосе. Я не знаю, что с ним было. Возможно, он был сломан, возможно, какая-то была ситуация, но не была включена аварийная сигнализация, не были включены проблесковые маячки, и не стояли фишки, которые бы означали огораживание. посреди дороги. Он просто стоял в крайней левой полосе. Я это все задокументировал, снял фото, видел, позвонил на горячую линию полиции. Мне никак не уведомили о результатах рассмотрения. Для меня это был вопрос. Почему? Потому что со всех сторон, если бы были маячки, можно было бы там на что-то списать. Но тут как бы, даже если вы поломались, поставьте фишки, включите аварийку. Второй момент. На многие автомобили патрульной полиции перекочевали маячки со старых автомобилей ГАИ. Сейчас я вижу. Нет такого. Ну как, нет такого. Если вот на новых Prius появились вместо тех маячков... Вот я уже сталкивался с тем, что видел патрульные автомобили, которые просто с выключенными маячками. То есть мы не можем им как-то предъявить какие-то претензии, потому что это тоже не регулировано. То есть не обязаны включать. Более того, я сталкивался еще в времена, когда было ГАИ, что сотрудники ГАИ специально делали с задней части маячка фольгу, и ты не видел, когда ты догонял автомобиль включен у него или выключен. Я вот не так давно видел патрульный автомобиль полиции, у которого тоже сзади была фольга как бы на красном и на синем маячке, как бы его сзади нельзя было идентифицировать как автомобиль с включенным маячком. Я, Александр, вам хочу сказать, что я согласен полностью по поводу того, почему иногда маячки не включены. Представьте себе ситуацию. Патруль заезжает во двор какой-нибудь или отрабатывает чтобы не испугнуть. Но я видел это на магистрале. В данном случае согласен. По поводу фольги я гарантирую абсолютно, мы можем там конкретно потом это в случае разобраться абсолютно, но я гарантирую, что это был с закрытой этой фольгой не автомобиль патрульной полиции. Ну, можно быть. Потому что по Киеву, уважаемые друзья, хотел бы обратить внимание, ездят не только автомобили патрульной полиции. У нас есть еще, например, бывшее ДСО, Державная служба охраны, сейчас называется полиция охраны. Тоже зачастую там иногда приходят жалобы, а фактически мы понимаем, что это был не патрульный автомобиль. Есть автомобили еще так называемого батальона сопровождения, которые занимаются, это Шкода Октавия, бывшая Кобра, которые занимаются сопровождением охраняемых лиц. Как правило, вот это закрывалось в автомобилях сопровождения, причем, как они мне объясняли, для того, чтобы сзади идущий в кортеже автомобиль его не слепило. Ну, это... Сомнительно, да. Но, тем не менее. Вот, то есть, скажем так, автомобиль под мигалкой полицейской, которую вы видите в Киеве, если это не Приус, то далеко не обязательно это автомобиль-патрульник. У меня тоже был случай как-то после работы был в Выжгороде, я ехал, а в Выжгороде же патрульная полиция не работает, да, департамента патрульной полиции. Смотрю, едет наш Приус. Думаю, ну, что-то может быть изменилось, я о чем-то не знаю. А только смотрю, бортовой номер какой-то не наш. Приусы тоже используются департамента полиции. Используются. Я вот у себя во дворе уже лично видел два раза, когда вот днем и вечером производилось патрулирование на автомобиле Рекстон, один раз на автомобиле УАЗ, сотрудники, одетые как сотрудники патрульной полиции, ездят по дворам патрулировать. Это явно не Приус, не патрульная полиция, вообще машина без опознавательных знаков и надписей полиции. Да, у меня вопрос, то есть вот раньше были официальные сообщения о том, что сейчас работает только патрульная полиция. Если вот тебя вечером устанавливает такой автомобиль, просто синими номерами, с черного там цвета Рекстона, там сотрудники...